Здравствуйте! Интернет-сайт «Мы израиль» представляет подборку новостей и видеообозрения. Программу ведет Михаил Каганицкий. Здание Сергеева подворья в центре Иерусалима окончательно передано российскому палестинскому обществу. У входа пока висит табличка прежних владельцев здания, да еще стоит машина с дипломатическим номером. Но флаг над угловой башенкой уже развивается, тот самый российско-палестинский. Комиссия Кнессета по образованию, культуре и спорту рекомендовала утвердить законопроект, предусматривающий новую штатную должность в местных органах власти, начальник отдела по делам молодежи. Кроме того, предусмотрено, что в каждом местном отделе образования появится совет учащихся. В самом центре Иерусалима, у начала Хевронской дороги, находится вот это здание. Сразу у входа небольшая дверь с табличкой, которая уведомляет, что за дверью находится подземный ход, примерно 100 с лишним метров длиной, сделанный век назад для пациентов глазной больницы. Ныне видно несколько ступеней, вообще он засыпан землей, но оказывается есть намерение его раскопать. Сейчас вы увидите вступление к нескольким видеосюжетам. Полностью посмотреть их вы сможете на нашем сайте. Еще недавно гордое, победоносное государство Израиль, восхищавшее весь мир своими победами, оказавшееся способным абсорбировать за короткий срок более миллиона репатриантов из разных стран, рассыпается у нас на глазах. Это советские карикатуры 60-х, 70-х годов прошлого века. В общем-то они мало, чем отличаются от антисемитских рисунков, которые молевали их предшественники в более ранние времена. Я хочу рассказать о следующем выпуске газеты «Восхождение». И там, в первую очередь, мы обращаемся к теме арабского домино. Вот эти цепочки революции, которых никто не ждал, и которые, я думаю, необъяснимы ни социологами, ни другими людьми, потому что слишком разные страны участвуют в этом процессе. На этом наша программа завершена. Всего доброго.